Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа, я ее ведущий Александр Глушенко. И тема сегодня достаточно интересная, скажем так, достойная нашего политического внимания. Тема вот именно с точки зрения ее анализа, чем она интересна. Поговорим мы сегодня о том, что Кремлевская администрация, Кремль в целом, да, во главе со сказочным национальным лидером, ну уже фактически менее чем за год до предстоящих думских выборов, а также не только думских, а также выборов во многие законодательные собрания краев и областей республик, выборов различного рода губернаторов, там глав администраций, уже засуетились и создают так называемые предвыборные спойлерские движения. Я постарался глубоко копнуть, кто каким образом будет выполнять функции спойлеров. Давайте сразу поясню, что такое спойлер на выборах. Если выборы вот должны состояться в сентябре 2021 года, основные, ключевые выборы, это естественно Государственная Дума, вот, плюс, 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 все выборы, касающиеся местных ЗАГС собраний и губернаторов, спойлер, это партия или это кандидат на какую-то серьезную выборную должность, да, который сам на эту должность не пройдет, но в определенной степени может оттянуть голоса у кого? У оппозиционных кандидатов. У оппозиционных кандидатов в эти самые депутаты, у оппозиционных кандидатов на посты мэров, губернаторов и так далее. Эта система очень ясна и четко работает в России уже много лет, ну, практически все 20 лет, что существовало, существует режим нашего сказочного национального лидера. Скажем так, Ельцин подобными, прямо открыто в глаза говорим, достаточно подлыми приемами, подлыми, омерзительным приемами не пользовался, он работал в открытую, была партия такая, закрылась, нету, выгнали, там, объединили. То есть, вот, такими дешевыми моментами, как организовать какую-нибудь там партию, типа, Родина, я был у них в офисе, тут разговаривал с руководством, накануне очередных выборов, по-моему, года три назад, или партию, смотрите, Коммунистическая партия социальной справедливости, вдруг появилась года два или три назад, а вариатура какая? КПСС, Коммунистическая партия, раньше была Советского Союза, теперь социальной справедливости. Она у пожилых людей вызывает ассоциацию с КПСС, той КПСС, в которой они состояли, ну, до ее разгона в девяносто первом году, то есть, вот, аж почти тридцать лет назад, да? Или Коммунистическая партия, Коммунисты России. И вот сейчас, накануне, вот за год до новых думских выборов, в качестве спойлеров, которые должны отнимать голоса у реальных оппозиционных сил, и не только у реальных оппозиционных сил, давайте об этом подумаем, еще и у кого? У системной оппозиции. Вот эти там три партии, которые болтыхаются, барахтаются вокруг Единой России, там являясь, в принципе, подтанцовкой, кардебалетом на ее фоне. Это КП, РФ, Справедливая Россия и ЛДПР. Вот эти вот там три придурка, я прямо, открыто, ясно и четко говорю свое оценочное суждение. Три дешевых лагерных придурка, да, на сцене нашего концлагеря, ну, в художественной самодеятельности. Это Зюганов, это Жириновский, это, по-моему, Миронов там. Даже не хочется вспоминать фамилию этой Справедливой России, лидера. Ну, настолько он дешев для меня, например, вот лично, как для политического аналитика. Так вот, появляются еще новые партии. Для того, чтобы вот этим вот системным КПРФ, ЛДПР и Справедливой России не дать набрать критическую массу голосов, а то ведь возомнят о себе, что они тоже политические партии, что они политики и они способны влиять на принятие каких-либо политических решений. Создается, что за правду, партия за правду. Ну, полазил я по сайту, почитал. Дешевая такая аморфная абсолютно программа. Ничего, серьезного, ничего нового, кто туда пойдет, я не понимаю. Она в какой-то степени дублирует программу той же Справедливой России. Зачем менять шило на мыло, абсолютно непонятно. Да, 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 да. Одно на другое менять, только время терять. Новые люди. Кто такие новые люди? Аллю! Новые люди. Ну, в огромной степени дублируют программу коммунистической партии. Зеленая альтернатива. Вы где-нибудь когда-нибудь видели, чтобы в Российской Федерации экологические движения набирали серьезные голоса? Не было такого. Они наберут там полпроцента, один процент. И опять сольются в канаву свою зеленую. И никакой роли на политику влиять, в политике играть не будут. Партия прямой демократии. Это вы что такое родили? Какой прямой демократии? Вы о чем, ребята? Но, тем не менее, их зарегистрировали, их допустят до выборов. Они отнимут голоса у реальных оппозиционеров. Независимо от того, какая будет система выборов. Ну и, наконец, то, что коснулось лично меня. Лично меня, ребята, остается не очень много времени, но я вам расскажу. Я весь позапрошлый год боролся со штабом открытой России в Саратове, который лег под выдвижение Ксении Собчак и избрание Ксении Собчак в качестве президента. Тут было несколько изданий, которые там жидко обделались на этом деле. Лягши под Собчак, думали, деньжат срубят по-быстрому, по-простому. Типа свободных новостей, типа свободных. Вот такие вот дешевые издания, которые кинулись под Ксению Собчак. Опозорился на Ксении Собчак Ходорковский. Если кто-то против этой мысли, вы скажите, почему? Потому что я эти упреки уже слушал, но открытую Россию здесь у нас на исторической родине отдали под Ксению Собчак. И тут вдруг какой-то Николай Алексеев, ну, наверное, скорее всего, тот самый ЛГБТ-активист, который представляет штаб партии, знаете, как называется? Гражданская инициатива, которую возглавляет бывший там какой-то министр Нечаев, находит меня и говорит, вы один из, значит, серьезнейших гражданских активистов вашего региона, и мы предлагаем вам возглавить региональное отделение партии Гражданская инициатива. Я польщен. Я только что вот недавно, ну, в прошлом году вышел, позапрошлом, вышел из партии Яблоко. Просто вышел, потому что уже невозможно терпеть вот этот дух смрадной внутренней борьбы и авторитаризма со стороны господина Явлинского. Вождизма его. Я вышел из Яблока, думаю, ну, вот мне предлагают войти председателем рег.отделения, руководителем рег.отделения гражданской инициативы. Ну, давайте посмотрим, что за инициатива. Я знал, что это партия Нечаева. Я знал, что ранее в ней состояли Собчак и Гудков-младший. Дмитрий Геннадьевич Гудков. Потом слышал, что Гудков ушел, и якобы Собчак ушла. И тут я открываю сайт, захожу, разглядываю все это внимательно. Состав Политсовета, наша Ксюша, наше все. Вот это самое. Главный спойлер, главный спойлер на президентских выборах. Главный ставленник Кремля, главная надежда Кремля, на которую возлагается все, что связано с отвлечением общественного мнения от кремлевской внутренней и внешней политики, от той подлости, зверства и мерзости, которая творится там. С подачей Кремля. Так называемая демократка, так называемая либералка, так называемый критик власти, вот эта самая Ксюша, до сих пор оказывается является фронтменом и руководителем этой партии, которая является ничем иным, как тряпочной куклой, которой в задницу вставлена рука Кремля. И вот эта вот тряпочная кукла будет окривляться. Это я вот, кстати, вот сегодня, сейчас вам, Николай Алексеев, который мне звонил, который предлагал возглавить вот это все дело здесь, на нашем региональном уровне. Я вам просто хочу сказать, ребят, ну, не на того вы попали, не на того вы напали. Чтобы я унизился и оскорбился, чтобы я пал до такой низости, работать под собчачкой. Так не бывает. Ребята, друзья, вот те, кто смотрит нас из числа нормальных, спокойных, добрых, веселых россиян, которые должны себя, должны чувствовать гражданскую ответственность и гражданскую гордость, чувство собственного достоинства, не ходите в эти спойлерские партии. Не слушайте таких людей, как Собчак и Николай Алексеев. Имейте чувство собственного достоинства. Спасибо. Всего вам доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»